Продолжается матч против участника группы шахматный Феникс Максима Снегурова на Ли Чеси. Контроль 3 плюс 2 и счет после пяти партий 4-1 к моему пользу. Ну был у нас уже Е5, был АЦ6, сыгран, что он другой, например, французскую. Почему бы и нет. Т4, Д5. Разменный вариант, конечно, несколько угнетающий на меня действует, сразу скажу. Ну вот слон Д3, кстати, мне кажется, что не сильнейший ход, особенно в плане получения позиции без риска. Потому что если у черных есть ответ С5, который при слоне Д3 выигрывает в силе, мне кажется, что вот эта вот редакция позиции с изолятором более-менее комфортная для меня. Правда, не уверен, что я правильно. Правильный порядок кодов избрал. Так или иначе момент заигран. То есть там надо было проверять Ладья Е1, но, скорее всего, все нормально, у черных оставалось. Слон Ж5, я могу пойти А6, после слона Ф6, когда Ф6 кодов Д5 висит на Б2. Но могу сыграть сначала слон Е6, не знаю, что сильнее. Ну, хорошо, давайте пойдем в слон Е6. В принципе, А6 никуда не денется, хотя, конечно, поле Е6 для развития черного слона здесь не... Наверное, не оптимальное. А ты, А6, он ушел. Да, все-таки это, ну, объективно, не лучшая для меня версия позиции с изолятором. Ну, играть, наверное, можно. Пойду Ладья Е8. На Б4 слон идет на Е7. В принципе, ему там и место. В этих позициях. Это что, на С5? Ну, явно, черная фигура расположена недостаточно активно, чтобы поддержать здесь слона на С5. Да, Б4, к сожалению, не играет максимум. Делает более сильный, более грамотный ход Ладья Е1. Проблема в том, что вот эта связка во многих вариантах, конечно, доставляет некоторые неприятности. Пытаясь смотреть G5, но это вряд ли проходит. Слишком серьезное ослабление. Но затем какие-то ходы делать надо. С одной стороны, может быть, белый тоже столкнутся с той проблемой, что нет очень простых ходов в этой позиции. Да, Ферзи Д2, в принципе, усиливает положение белых. С другой стороны, там С4. Ферзи Д4. Взяли, взяли. Ну, то есть я разбушляю над каким-нибудь ходом пасом ПБЛДЦ8 или А6. Давайте пойдем А6. Может быть, мне пригодится поле А7 для слона в каких-то вариантах. Может быть, пригодится отнять поле Б5. Но, конечно, да, вот тем же самым, кстати, Максим занимается. Тоже, кстати, вопрос, так ли хорошо для белых это А3 здесь, если честно. Но явных проблем с этим ходом нет. Успел я уже пожалеет, что Паш сыграл С5. Не очень мне нравится данная позиция. Хоть G5 играет, действительно. Можно пойти слон Е7, но как-то вот тоже следующего хода не наблюдается после этого. Хорошо, давайте сыграем слон Е7. Напрягает. Напрягает слон на H4. Слон ушел. Я не уверен, что это правильно. Мягко говоря, здесь коль на H5, слон на H6 здесь. По-моему, черные избавляются от части своих проблем. То есть, видимо, надо играть слон на H2. Я войду слон на H6. Придется менять слонов. В принципе, размены, конечно, выгодны стороне, которая борется против изолятора. Но тут есть конкретные нюансы. Ну, коль на H5, в принципе, в стандартной для этого матча манере зевнул. Но не уверен, что это так плохо для меня. То есть, можно взять. Кажется. Можно взять. Коль Е6. ФЕ, ФЖ. Ну, там какой-то ход вроде слон Д6, наверное. Или, может, даже с шар, чтобы успеть. Ну, как-то все взял на G5. Это, наверное, сильнее объективно, да? Да, ФЖ5. Ну, в общем, наверное, нет проблем у черных. Кроме, опять же, достаточно стандартной проблемы. То, что почти, практически, две минуты запас максимум по времени. Аж четыре. Да, хочется вроде как ферзи Ф6. Здесь ход. Вот, я Е5. Продолжаются какие-то трюки. А, ну, идея-то понятна. Но, опять же, вряд ли это так уж страшно для меня. Но под сейт нот неприятно. Сыграл ЛДФ8. Времени мало. Хочу, наверное, просто ЛДФ6 поставить. Или, может, слон ДФ6 сначала. Белок тоже король расположен не идеально. Мой, вроде бы, мат не получает. Кажется, на Е7-то будет просто выиграна за счет точного качества. В принципе, я думаю, что главная проблема в этой позиции это 6 секунд на часах. Куньки 2, да? Вот, ЛДФ6. ФСФ7, король Ф7. Кунь Ф4. Да, там я по-среднему побью на Ф4. Кроль Аштрейна. Кроль Аштрейн неприятно. Так, слон Ф2. Ферс Ж6. Кроль Е7, предоценка. Кроль на Д6 побежит. Ну, непонятно. В общем, зря я это допустил. Это однозначно. А какая оценка данной позиции, не совсем очевидна. Ж3 вот полезное отключение для белых или нет? В принципе, она нейтральная. То есть, Ж3, Ферзь Е3. Особо ничего не изменилось. Ж4. Ну, возьму. Тут у меня по-любому не хуже. Это уже явный прогресс. Ну, я ничего не буду. По-моему, просто лучше у черных, на самом деле. То есть, если король Аштрейн надо играть. Поэтому не буду соглашаться на ничью. К тому же, наверное, вам будет интересно посмотреть на то, как я страдаю в цветноте. Вообще, несмотря на разноцвет, скорее всего, довольно солидный перевес, если пешка сейчас набежит на Е4. Ну, видимо, надо на Е4 играть сразу. Просто, чтобы этого не произошло. Я думаю, что сейчас Максим подумает и поймет. Ну, нет, Ж3 мне не нравится ход категорически. Пешка на Е4 проскакивает. Перевес черных увеличивается. Очень серьезно увеличивается. Ладия Ф1. Ну, Ж4 тоже возможно. Пойду так. Тут спорный ход на Е4 я серьезно ослаблю. Повторюсь. Ладно, Ладия Д8. Там, вроде бы, слон Е3 пока есть. На отход короля. Или даже Е3. Ну, Е3, конечно, обидно играть. Так, ну так не зимнули качество и партия заканчивается. Да, но опять же, интересная довольно концовка. Зря, скорее всего, Максим отдал качество, но, по крайней мере, стал задавать конкретные вопросы. Так иначе, да. Всем спасибо за внимание. Увидимся в следующей партии.